У Межрайонной налоговой инспекции появились новые реквизиты для уплаты налогов. С 1 января этого года изменился код общероссийского классификатора на территории муниципальных образований, или коротко ОКТМО. Вводить новые коды потребовалось после объединения городских и сельских поселений в городской округ. Единый код установлен для Щелково, Загорянского, Огонева, Турбино, Фрянова, Монина, Медвежьих озер и Гребневского. Свои ОКТМО также присвоены округам Лосинопетровский, Фрязино, Звездный городок. По новым реквизитам оплачивают налоги и взносы как обычные граждане, так и предприниматели, включая самозанятых. Обратите внимание, что те коды, которые действовали до 2020 года, признаны недействительными. То есть даже в том случае, если вы подаете декларацию за 2019 год, но подаете ее уже в 2020 году, и вы прописаны, например, в городе Щелково, вы указываете ОКТМО, которое действует со 2020 года. Это касается всех сельских поселений, которые входили ранее в наш район. Оплатить налоги можно с помощью сервисов на сайте Федеральной налоговой службы. В разделе «Уплата налогов физическими лицами» следует выбрать свою налоговую инспекцию. Квитанции для оплаты сформируются автоматически. Подать обращение в другой налоговый орган можно через сотрудника инспекции. Действует принцип одного окна. Инспектор по вашему запросу сформирует обращение в другой налоговый орган, которое рассмотрят в течение пяти дней. Например, вам рассчитали налог в другом субъекте Российской Федерации, но не применили по каким-то причинам налоговую льготу. Или вы заплатили налог, но по каким-то причинам ваш налог до данного налогового органа не дошел. То есть вы можете подать вот это обращение через вашу инспекцию по прописке. Индивидуальным предпринимателям, использующим патентную упрощенную систему налогообложения, единый налог или ЕСХН, или налог на вмененный доход, нужно задуматься над обновлением программного обеспечения для контрольно-кассовой техники. Дело в том, что с 1 февраля 2021 года в кассовом чеке появится дополнительная информация. С 1 февраля 2021 года в кассовом чеке должна быть так называемая номенклатура товаров. То есть в соответствии с статьей 4.7 54 федерального закона, кассовый чек должен содержать наименование товаров, работу, услуг, платежа, выплаты, количество. Их цена заединиться с учетом скидок на цену и стоимости товара. Кассовые аппараты не потребуются ТСЖ, дачным и садовым товариществам, потребительским кооперативам, а также при приеме платы за жилье и коммунальные услуги. Если индивидуальный предприниматель работает с наличностью или с банковскими картами, то с февраля будущего года для расчетов он обязан применять кассовый аппарат. На обновление ПО налоговая дают год. Времени достаточно, чтобы обратиться за поддержкой в сервисный центр, где была приобретена контрольно-кассовая техника, или к оператору фискальных данных, с которым у предпринимателя должен быть заключен договор. Такие меры вводятся с целью защиты прав потребителей, чтобы в кассовом чеке была отражена либо товар, приобретенный покупателем, либо услуга оказанная. Дополнительную информацию о применении контрольно-кассовой техники, подать налоговую декларацию, а также узнать новые реквизиты, по которым необходимо отправлять налоги, можно непосредственно в налоговую инспекцию на улице Советской. Для этого нужно взять талончик, подождать не более 15 минут и решить свой вопрос.